Все же мы настоящие ценители прекрасного знаем или хотя бы что-то слышали про такую игру как Соник, ну или же хотя бы про мультсериалы от данного мотива. Весь этот шедевр создала компания Сега и ее предшественники. Но сегодня в данном видеоролике мы поговорим не о играх, которые создала компания Сега, а о кое-каком секретном проекте, который связан с Соником. А именно в этом ролике будет идти речь о закрытой игрой под названием Соник Экстрим, которая и будет фигурировать как в ней вышедший проект. Ну а перед началом ролика не забудь подписаться на мой телеграм-канал и на ютуб-канал. С тобой Лешаков и мы начинаем. Для начала давай я тебе расскажу, что же за такая закрытая игра и какая у нее была суть. Соник Экстрим это отмененная игра для такой платформы как Иксбокс Ориджинал. Данная игра является скейт-симулятором и была создана по мотивам серии игр Соник Зе Ходжи Хок. После того, как мы узнали, что же за проект и какова в нем суть, давай посмотрим на скриншоты, которые удалось найти от данной игры. В первом скриншоте мы видим Соника, стоящего на скейте. Это как раз уже дало нам с тобой понять, что игра точно являлась скейт-симулятором. Также в левом верхнем углу видна надпись Score, что с перевода на русский – счет. А цифра 0 – это количество нашего счета. Ну мне кажется это очевидно. Еще видны как раз колечки, которые есть почти или же во всех проектах Соника со счетом 0. Ну и надпись, которая учит управлять игровым процессом. Перейдем с тобой ко второму скриншоту. Тут видно как выглядело меню паузы, ну а также новое место локации. Больше сказать о нем нечего. В третьем скриншоте можно заметить, что в данной игре, как и во всех играх Соника, можно открывать новых персонажей. На скриншоте всеми наш любимый Shadow, особенно для каких-нибудь… Добрых людей. В еще одном четвертом скрине мы видим опять Соника, который едет на скейте проходя уровни. Но что из интересного, тут видны усиления в виде зеленых, ну к примеру Гранат, так как игра утеряна, точной информации на сегодняшний день нет. А также виден зеленый ключик. И в последнем пятом скрине мы видим как начинается гонка. Сейчас мы с тобой переходим к достаточно интересной части ролика и именно к общим сведениях об Соник Экстрим. А также узнаем суть игры более детально. Данный игровой проект не является и никогда не являлся официальной игрой. То есть разработка шла не от самой компании Сега и ее предшественников, а от компании Виженскейп Интерактив. Прототип игры был создан из так называемого ресурса игры под названием Тиг Диг Баррек Нукл Грайнд и Рокард Павер Зеро Гравити Зон. Название сборки Соник Экстрим было Соник нижнее подчеркивание демо нижнее подчеркивание гейм. В игре присутствовало три режима. Первый был миссий, где нужно было найти ключ к порталу, а потом забрать изумруд хаоса. Второй режим был битвой, где можно играть как и одному, так и со вторым игроком. Что нужно было делать во втором режиме неизвестно, так как игра в неожиданный момент переходит на главный экран. Третий режим был гонкой, однако он так и не был доделан. После анонса игры Соник Райдерс, Виженскейп Интерактив хотела подать в суд на компанию Сега, но никакого суда не состоялось, а компания Виженскейп Интерактив закрылась, потеряв свою аудиторию и фанатов данного проекта. Сейчас мы поговорим о том, что думали по поводу данной игры так называемые диванные критики и каковы у них были впечатления после увиденного проекта. Издание Game Informer заявило, что данный проект выглядит страшно и предсказуемо ужасным, а журнал под названием Computer and Video Games описал ее как очередной абсолютно мусорный скейтбординговый спин-офф. Кроме того, блог VG247 описал Соник Экстрим как убедительно ужасную игру. Веб-сайт Team Xbox менее негативно оценил игру, отметив простой геймплей и дизайн уровней, а также глючную анимацию и движение. Кроме того, критики были удивлены, что компания отменила Соник Экстрим, но позволила выйти другим негативно оцененным играм. Мне лично кажется, что причина закрытия могла быть не только из-за пропажи успеха игры, но и из-за давления компаний, журналов, веб-сайтов негативными отзывами. Это, как по мне, более хорошая теория. Теперь я тебе хочу рассказать, почему же проект был в будущем найден и попал в общее обозрение, как найденный проект. А причина была в том, что в 2011 году пользователь под никнеймом ProtonX нашел девкит этой игры. В 2016 году пользователь Borman выкупил девкит с игрой и выложил ее в сеть. На данный момент статус Соник Экстрим является найденным. Но вот мы и подошли к концу. Могу сказать, что тема была очень интересной. Если тебе тоже зашла, то меня это, конечно же, очень радует. А если нет, не стесняйся написать, что именно я сформулировал неправильно или же в целом, что не устроило. Ну а я тебе желаю удачи, дорогой друг. И пока.